Замглавы МВД Великобритании пообещал добраться до владельцев многомиллионных активов. Организация освобождения Палестины призвала государство разорвать связи с Израилем. В ФРГ признали ответственность за преступления нацизма в Польше во время войны. Ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Ядерная доктрина США отражает большую зависимость от ядерного оружия вопреки договору о нераспространении ядерного оружия. Таким образом, приближает человечество к полному уничтожению. «Неудивительно, что сейчас мы ближе всего к апокалипсису со времен 1953 года», – написал Зариф в своем микроблоге в Твиттер. Он отметил, что упрямство президента США Дональда Трампа в стремлении уничтожить совместный всеобъемлюющий план действий проистекает из того же опасного безрассудства. Отметим, 2 февраля США представили новую ядерную доктрину, в которой назвали Россию, Китай и КНДР угрозой в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес предупредил владельцев многомиллионных активов, в частности из России, о том, что Лондон в ближайшее время может потребовать объяснить происхождение находящихся в их распоряжении средств. Об этом сообщает издание «Таймс». Отмечается, что ранее в Великобритании вступил в силу закон, который наделяет власти страны полномочиями требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств, которые находятся в их распоряжении. «Когда мы доберемся до вас, до ваших активов, мы создадим такую обстановку, что вам придется жить в тяжелых условиях», – заявил Уоллес. Исполнительный комитет Организации Освобождения Палестины призвал власти государства разорвать существующие с Израилем связи на всех уровнях. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на оказавшийся в распоряжении агентства документ. Как уточняется в заявлении ООП, исполком требует от палестинского правительства немедленно приступить к подготовке планов и проектов, направленных на разрыв связей с израильскими властями на уровне политики, управления, экономики и безопасности. Также в документе отмечается, что ООП приняла решение обратиться в ООН с просьбой отказаться от признания государства Израиль до тех пор, пока власти страны не откажутся от признания Иерусалима своей столицей. Напоминаем, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в январе заявил, что Иерусалим будет оставаться столицей Израиля в рамках любых мирных соглашений. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил об ответственности страны за преступления нацизма в Польше в ходе Второй мировой войны. Отмечается, что Габриэль сделал данное заявление, комментируя принятый ранее польским сеймом закон, вводящий в частности уголовную ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в ходе Второй мировой войны. «Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря уничтожения, кто управлял ими и убил там миллионы европейских евреев, а именно немцы», заявил глава МИД. В своем микроблоге Твиттер Габриэль также рассказал о том, что бывшие концентрационные лагеря Освенцим и Майданек были немецкими, а не польскими. «Я организовываю молодежные поездки в Освенцим и Майданек в течение 15 лет. В том, что эти лагеря были немецкими, не может быть никаких сомнений. Использование термина «польский лагерь смерти» неверно», написал он. Отметим, ранее сообщалось, что польский парламент принял закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание волынской резни и утверждение о посомничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.